Какие-то командиры, какие-то роты, может быть, подразделения, их сливали в другие какие-то фармирования, на их место должны были пребывать новобранцы там и так далее, и так далее. То есть о сплоченности каких-то воинских подразделений не могло быть и речи даже. Дальше, пожалуйста. Вот. Ну и, наконец, так, ну это уже я привожу примеры журнала боевых действий 16-го стрелкового корпуса. Где вот? Не, идем чуть-чуть дальше, пожалуйста. Ну, я сейчас подойду к нему. Значит, вот вывод, прочитаю. Значит, дивизия 16-го стрелкового корпуса к началу военных действий были не готовы. Материальные дивизии были не обеспечены главным образом транспортом для подачи снарядов. С формированием частей УРУ за счет дивизий образовался в корпусе большой некомплект начал состава. В некоторых стрелковых ротах оставалось по одному среднему командиру. У среднего командира это младший офицер, так сказать, по тем мерам. То есть, вот к какому состоянию вот этими последними, постоянными переформированиями были проведены, так сказать, части Красной Армии. Такая же ситуация наблюдается и в военно-воздушных силах округа. Здесь целых два процесса происходило. Первый процесс это перевооружение на новые самолеты. А второй процесс это формирование тоже новых авиационных полков. Где-то с января учились в Каунасе-2 15-31 истребительные полки на МИГе. В мае начинается формирование новых авиационных полков. И тех летчиков, которые уже научили летать на МИГе, их переводят в новые полки на вышестоящие должности. Где сажают снова на старые самолеты. А в эти полки переводят выпускников-курсантов летных школ, которые даже, собственно, не то что на МИГах, они даже на И-16, И-153 летать не умели. На каких МИГах? А? МИГ-1, МИГ-3. И получается, когда началась война, когда началось рассредоточение самолетов по оперативным аэродромам, целые ряды самолетов в Каунасе оказались не поднятыми, потому что не было летчиков, чтобы элементарно их поднять. А вот, например, 42-й ИА, в котором воевал в Аранах, дислоцировался в Литве, в Южной Литве, и воевал на И-153. Вот он, как ни странно, вроде бы воевал на этих устаревших самолетах, но, тем не менее, потеряв два самолета в воздушных боях, они добились двух побед, били два самолета. То есть, именно умение летчиков воевать именно на вот этой технике, оно послужило, так сказать, дало им возможность оказать более достойное сопротивление, чем те летчики, которые воевали на МИГах, и которые практически потом полностью их потеряли. Следующая причина, она, так сказать, вот эти все кадровые перемещения вызывали еще и, вернее, вот эти переформирования вызывали еще и кадровые изменения. Вот что такое формирование 27-й армии здесь в Риге происходило. Для формирования этой армии штабового округа было изъято 80 командиров. Из вузов округа еще 15 командиров. Из столовых окружных учреждений еще 40 командиров. Естественно, на эти должности в штаб округа должны были прийти другие какие-то командиры. На их освободившиеся места, потому что это же не лейтенанты в штабе округа служат. Еще какие-то, то есть, вот это вот вызывало многочисленные изменения, перемещения там и прочее, прочее, прочее. Значительный приток переформирования территориальных стрелковых корпусов, которые я вот описывал в журнале «Полтворд», вызвало еще новое, потому что замена арестованных командиров, назначались командиры из других дивизий и так далее. Следующая причина связана с мобилизацией. Части округа были не отмобилизованы. Особенностью именно Прибалтийского военного округа была то, что этот округ был создан только в июле 1940 года. Оставив за рамками политические причины, личный состав запаса проходил военную службу в армии других государств, по другим уставам, наставлениям, руководствам, в том числе и даже на другом языке. Он обучался действовать на другом вооружении, на другой технике. Поэтому ценности, как военнослужащие запаса именно для Красной армии, военнослужащие Прибалтийских армии не представляли. Их надо было переучивать методом сборов, вручить новой технике, новым уставам и так далее. Поэтому планировалось, что округ будет по мобилизации пополняться из частей московского военного округа. Для этого около 30 тысяч сержантов, около 190 тысяч солдат должны были там мобилизовать целыми эшелонами. Только вот из московского округа должно было прийти 148 эшелонов с маршем командным и рядовым составом. Все это должно было приехать. Все, я заканчиваю. И только после этого округ мог бы считаться отмобилизованным. Ну, вот меня тут подгоняет. Уважаемый Сергей Борисович, небольшое спасибо за Ваше интересное и самое главное... Последнюю, последнюю. Давайте, давайте. Последнюю. Интересно вообще. Давайте только еще. Ну, все равно потом прочитаем. Да, хорошо, потом прочитаете. Вот это справка-доклад о мобилизации после 6 июля со старыми штабом округа. То есть, ну, очень наглядно он говорит о том, что же все-таки происходило и в каком состоянии были части округа. Но я остаюсь на последнем. Это прибалтийские территориальные стрелковые корпуса. С точки зрения командования Красной Армии, эти корпуса, собственно говоря, были не нужны. Военнослужащие прибалтийские армии, как я уже говорил, обучались по другим уставам. Оставление в части из них вообще не знало русского языка. Вооружение и техника были иностранного производства, честь частью устаревшие. Армии Эстонии и Латвии воспитывались в духе того, что их единственным вероятным противником является Красная Армия. Решение о создании этих корпусов было политическим для обеспечения лояльности военнослужащих прибалтийских армий. Атака по мере ускоренной советизации республик, связанной с этим национализацией, падением уровня жизни населения, в этих корпусах накапливались протестные настроения. Эти настроения подогревались немецкой разведкой для разложения корпусов или мятежей в них. Массовый арестокомандного состава в корпусах, проведенной накануне войны, были беспрецедентны даже для Красной Армии, пережившей 1937-1938 годы. Аресты проводили в своем большинстве превентивно, по мнению руководства, по мнению сотрудников особых отделов и политработок. Главной причиной была демонстрация нелояльности к советской власти. Одновременные аресты других граждан и членов их семей, депортации, взорвали прибалтийское общество и резко снизили боеспособность корпусов. После начала войны в 179-й стрелковой дивизии Литовской и корпусной в частях 29-го стрелкового корпуса Литовского была предпринята попытка мятежа. В городе Вильнюсе шли бои между литовскими частями и отступающими частями Красной Армии. А 184-й стрелковой дивизии Литовской, которую пытались отвезти к Полоцку, в ней произошло повальная дисциплина. В этих условиях, когда с фронта срочно нужны были резервы, командующий войсками фронта, не только не мог задействовать оставшиеся 22-й и 24-й стрелковые корпуса, но и был вынужден отвлекать ресурсы для их переформирования и предотвращения в них мятежей. Шесть стрелковых дивизий округа были вырваны из состава войск округа. Военные стали заложниками решений политики. Это лишь несколько причин. Параллельно Красной Армии в начальном периоде войны за стопками выступлений осталось обсуждение таких причин, как советская довоенная теория начала войны, боевая подготовка, опыт боевых действий советских войск, ну и в свою очередь немецкая теория прицелика, опыт боевых действий немецких войск, трактору боевых дней. Ну, все. И безусловно, пунктуальность немецких военных, которые строго знали, как соблюдать приказы и что такое орган. Большое спасибо.